Итак, ребят, всем привет! Сегодня на очереди видеоурок по даблам. Очень много просили на ютубе, в инстаграме, вконтакте просили уроки по даблам. И сегодня я решил рассмотреть такую тему интересную, как мертвые точки в даблах. Мертвые точки в даблах, с одной стороны, они выполняют самую функцию, что и в симлах. Это изменение направления вращения. То есть, допустим, мы выполняли какую-то прямую восьмерку перед собой, синхронную. Мы делаем мертвую точку подмышечную и отсюда выбрасываем уже обратную синхронную восьмерку. Обратная, прямая, обратная, прямая. Если рассмотреть более какой-то сложный пример, относительно недавно было видео по синхронной вертушке, то есть, которую мы делаем вот таким образом, перебрасывая рукоятки. У нас появилась необходимость изменить направление вращения. Мы делаем мертвую точку и изменяем направление. Мертвая точка, изменяя направление. Мертвая точка, изменяя направление. Либо, допустим, здесь необходимость у нас трёхбиточку сделать в одну сторону, но и прямую, и обратную. То есть, мы обратную крутили трёхбиточку, обратную трёхбиточку крутили. Делаем мертвую точку, мёртвые точки на плечо, и отсюда уже сразу прямую делаем. И отсюда уже выходим в какое-то дальнейшее развитие. Но у мертвых точек, W. И ещё одна интересная функция, это синхронизация либо рассинхронизация направления вращения. Я буду показывать фронтально, но чтобы было лучше понимание. Вы должны понимать, что этот принцип работает хоть в профиль, хоть в фаз, без разницы. То есть, у нас, допустим, имеет место какое-то асинхронное, разнонаправленное вращение, как вот перед собой мы крутим. И у нас появилась необходимость это направление засинхронить. То есть, в одном направлении, что у нас чаки вращались. Мы делаем правую руку и мёртвую точку на плечо, и вот у нас чаки вращаются в одном и том же направлении. И отсюда мы уже можем как-то сделать развитие в левую сторону. У нас появилась необходимость обратно рассинхронить направление вращения. Мы выводим чаки перед собой, делаем мёртвую точку левой рукой, и у нас чаки опять вращаются в рассинхронном направлении, в разных направлениях. На каких примерах можно рассмотреть? Ну, элементарно мы делали, допустим, какие-то синхронные элементы. Мы делали, допустим, фингер, фиксы. Или, допустим, мы сделали фингер, реверс. Сделали синхронно какие-то вертушечки. И тут вышли перед собой, сделали мёртвую точку, и вышли в трёхбиточку, допустим, куда-то. Либо, как у меня на последнее видео с чакофа в дабблах, есть такая тема, что я делаю прямую в трёхбиточку, правой рукой делаю мёртвую точку, и отсюда у нас пошли перебросы, как я их называю. Это не вот такие, да? Итак, ещё раз зарезюмируем. Мы используем мёртвую точку для изменения направления вращения, то есть, когда мы это делаем, допустим, синхронно прямая, обратная, восьмёр, тогда сам элементарный пример. Либо, допустим, покруче пример, это когда мы с трёх, с вертухи асинхронной, правой рукой выполняем обратную вертуху, в этот момент левой рукой мы делаем несколько мёртвых точек, и в итоге мы выходим, в итоге мы выходим в синхронное, синхронное направление, в синхронную мёртвую точку, из которой мы можем какого-то дальнейшее развитие придумать. И вторая функция мёртвых точек, это изменение направления вращения, то есть, в разную сторону крутили, в одну сторону покрутили, в разные стороны, в разные стороны, в разные стороны и так далее. Итак, ребята, думаю, видеоурок вам будет полезен, расширяйте свой арсенал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на YouTube, обязательно ставьте колокольчик, всем привет тренировок, всем пока!